Сегодня представители малого и среднего бизнеса администрации Красноярска и городского совета обсудили вопросы импортозамещения. Предприниматели занятой области промышленности обратили внимание властей на снижение объемов собственного производства и усиление крупных монополий на территории города и региона. Коммерсанты предложили модернизировать налоговое законодательство так, чтобы можно было делать отчисления в бюджеты с рассрочкой. Также бизнесмены обратили внимание на существующие условия оплаты госконтрактов. Деньги исполнителям зачастую поступают частями, что приемлемо для крупных корпораций, но создают проблемы для небольших фирм в нынешних экономических условиях. У нас город со своей стороны что может делать, но я еще раз, чтобы долго об этом не говорить, вижу две проблемы. Первая проблема – ограниченный ресурс, потому что это прерогатива федерации, регламентирование об одном и деле. Второе, я считаю, недостаточная развитая промышленная политика в городе Красноярске. Тем не менее, в регионе и в самом Красноярске уже действует несколько программ поддержки местных предпринимателей. Основной упор делает снастяжение бюрократической нагрузки на бизнесменов, помощь в оформлении налоговых деклараций и получении необходимых разрешений. Как отмечают эксперты, импортозамещение должно стать не мерой кратковременной господдержки, а масштабной системой развития модели экономики, отличной от сырьевой. Так, власти Красноярска ежегодно на разные формы содействия предпринимательству выделяют около миллиарда рублей. Самое, скажем так, значимое с нашей стороны и по нашему мнению, это деятельность нашего гарантийного фонда, где мы для субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых недостаточно залоговой массы для получения кредита, ну то есть обеспечения, мы гарантируем этими деньгами перед банком возможность возвратность данных средств. То есть считаем, что за этим перспектива, это наше будущее, и это направление мы будем развивать и дальше. Исчезает определенная группа товаров, исчезает определенная группа услуг, на них есть спрос, и мы замещаем. Этот процесс, он идет. Задача, мне кажется, в другом. Используя, вообще говоря, импортозамещение, ну с одной стороны, поддержать бизнес, чтобы он имел возможности оказывать услуги, все-таки на основе импортозамещения дать толчок для развития бизнеса.